Всем привет, мои дорогие подписчики из прекрасной Южной Каролины. Вы на канале Дома, обзоры и недвижимость. Homes by Victoria SC. Я Виктория Аржиховская, реалтор Южной Каролины. Привет-привет всем. Спасибо, что вы у меня на канале. Я сегодня с Верой. Привет, Вера. Всем привет. Сразу, с первого же момента, хочу попросить, чтобы вы поставили лайк этому видео. Пожалуйста, поделились и обязательно подписались на мой канал, если вы еще этого не сделали. Так как мы сегодня с Верой делаем обзор замечательного домика. Это модельный дом от строителя-застройщика DRB Homes. Значит, как вы видите, DRB Homes это строитель, который строит очень много домов в Южной Каролине и в остальных штатах, в других штатах тоже. Он один из очень популярных строителей. И мы решили сделать обзор новой их community, subdivision, где они расстраиваются в городке Moore. Немножко вам показать, рассказать о самом строителе и что они предлагают именно в этой community, в этом subdivision. subdivision называется Pleasant Falls, в городке мы Moore, и у нас здесь мы очень близко к Tiger River. К реке, которая пробегает здесь, называется Tiger River. Значит, начнем немножко снаружи этого дома. DRB Builders, они используют Cardi Board Planks. Это снаружи, значит, оббивает дом очень фиброцементные, бетоновые такие пластинки, которые очень добротные, хорошие. Это у них стандартная идет облицовка дома здесь. Плюс у них есть здесь, в этой community, 7 разных планов дома, о которых мы поговорим чуть попозже, что они предлагают. Но еще есть фасады домов, минимум 3 фасада дома, которые могут они предложить с каждым планом, которые будут включать или же просто сайдинг, или же колонны из кирпича, или вот такого декоративного камня. И вот, говорю, какие-то разные фасоны при входе, когда у тебя есть веранда побольше, поменьше. Вот это вот тоже что... Вон там, по-моему, нету, я вижу, в этом доме. Вот, да, экземпляр, один из домиков, который не имеет никакой веранды, просто вот такой маленький порчик. Здесь у нас стандартно идет на две машины гараж, и получается все дома в этой community, все, всем планом, одни двухэтажные. Но что большой плюс, что здесь 4 из этих планов, все имеют главную комнату хозяйства на первом этаже. Это плюс. Это большой плюс. Пойдем внутрь и еще посмотрим этот план. Он называется, мне кажется, Freezer, как-то так. Именно план вот этого дома. И потом еще поговорим, которые у них есть другие планы, и что они собой предлагают. Смотри, какой интересный продукт. Вот это очень интересно. Вообще, про DRB, одно хотелось еще сказать про именно этого застройщика, чем он как бы отделяется от других. Они очень, у них акцент, customized with design center, персонализация с помощью дизайн-центра. Когда вы берете, у них покупаете дом, все начинается вот прям с нуля. Ты выбираешь location, ты выбираешь community, потом ты начинаешь выбирать свой участок, который тоже имеет свою цену. И потом ты выбираешь план дома. И потом план дома, он получается как коробочка, вот пустой. И ты начинаешь его делать под свой вкус. Это интересно, потому что до этого, вот, Меритыч, мы снимали, и там так нельзя делать, да? Да, там вот что есть, то берешь. Здесь же это у них большая разница, что у них есть вот этот вот дизайн-центр, куда ты приходишь и как строишь свой дом мечты. Конечно, у тебя не то, что прям миллион выбора, но у них есть хорошие, как сказать, планы или хорошие, много опций, с чего можно выбрать. И вот, идем дальше, смотрим, буду попутно рассказывать нам, что еще. В этом плане у нас, получается, этот дом, цена его примерно где-то 350 тысяч. В этом доме мы видим, что при входе нас встречает такая столовая area, которая вот видна веранду. Интересно, а можно ее попросить их, чтобы они сделали это комнатой? Да, да, вот это вот ихний плюс, что когда ты начинаешь, ты тогда уже можешь попросить сделать двери, закрыть стеночкой, может быть, сделать полную комнату. Вот это вот твой персональный, твой дизайн, они в рамках все-таки ихнего плана могут это осуществить. Здесь у нас, обрати внимание на эти потолки, тоже это апгрейд, вот такие называются «covered ceilings» или такими квадратиками. Вот это нравится, не нравится, сочетается с этими окнами. Да, еще большой плюс, что окна ты можешь, например, хочешь на всю стену, есть возможность поменять. Вот здесь очень много чего есть, вот что ты можешь добавить, убрать, поменять. Это их небольшой плюс. Здесь у нас полы LVP, в первом этаже нету ковролина, в комнатах у нас ковролин. Здесь мы проходим дальше в плане этого дома, кухня у нас здесь. Здесь у нас, получается, это столешница из «courts», забыла, как сказать, «quartz», 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 «island» отдельно. Вот это мне очень нравится, что нет умывальника здесь, умывальник здесь. Тут очень интересная форма, такой кругленький вот здесь. О, это обязательно, обязательно, потому что, когда ты проходишь, если вдруг ты ударилась нечаянно, это очень большой минус, если они не вот такие круглые. Здесь, получается, можно сесть. И у нас еще здесь «island» тоже с такой огромной, прекрасной раковиной. Как это, малярная или как это называется? По-английски называется «farmhouse sink». Добыла слово. Окей. Подписчики, помогите, как это слово называется, комментируйте. Какая это раковина белая, добротная. Нет, материал этот забыла. На «кэ» напишите. Не знаю тоже. Я вспомнился, что не видела. Не знаю, как сказать по-русски. Будем ждать ваших комментариев здесь. Значит, кухня, мы видим такой цвет очень интересный. Он нестандартный, потому что сейчас все белые-серые, белые-серые. Вот именно такого цвета я уже давно не видела. Он, наверное, уже возвращается. Здесь у нас проверялись. Нас сегодня не балуют доводчиками. Да. Ну, видишь, здесь нету. Но, насколько я знаю, что это возможно сделать апгрейд. Потому что ты опять, как я уже повторяю, сто раз буду. Ну, все, все от нуля, от «а» до «я». У тебя есть как бы опции один, два, три простые. Потом soft closing, потом еще какие-то там позолоченные. Выбираешь две-три опции. У тебя есть на любой. Все, что в доме только есть, это есть опция. Так же самое, какой и краны какие, цвета, и фасон, и раковины. Мне нравится, что цвет шкафчик, поло, и вот даже лестница, оно все сочетается. Вот это очень, да. Здесь, я говорю, оно так смотрится хорошо, хорошо сочетается. Оно лучше даже, чем если бы белые какие-то были. Так что стандартного здесь ничего не идет. Я говорю, когда мы, говорит, вот я спрашивала в этой комьюнити, начинается дома вот самый дешевый до более-менее побольше. Немножко вам расскажу. Значит, price range, ценовой диапазон здесь. Как правильно? Ценовой диапазон. Да. От 273 тысячи до 305. Но опять, это дом где-то 350, может, 360 стоит. Хотя он начинается где-то 300. Но здесь минимум 50 тысяч апгрейды. Вот, например, как фартух. Стандартно здесь просто я говорю, коробочка. Вот это плюс и минус. Иногда люди говорят, звонят мне и говорят, Вика, вот там домик классный. Вот только ты, написано starting, начинается 300 тысяч. Берем. Мне вот дали approval, только ты 300. Вот, прекрасно, берем. Но когда мы приходим, мы говорим, не-не-не-не-не. Это если ты будешь начинать его строить, именно с этим застройщиком. Сейчас вот если ты хочешь заехать, он будет тебе 300, например, 25 или 45. Потому что включает еще lot premium. Это кусочек, участок земли. У них здесь есть 3, 5 и 7 тысяч. Вот такая вот ты выбираешь к себе кусочек, который тебе нравится, участочка. Это на тех 350 начальная цена накидается lot premium. И потом все-все апгрейды. Ой, а мне очень нравятся эти кабинеты. А, окей, хорошо, если ты такие хочешь, это еще будет 3 тысячи. А, окей, хочешь фартух, хорошо, будет еще 2 тысячи. О, ты хочешь кварц, а не плитку, ну это еще будет 5 тысяч. И вот так, вот так ты себе персонализируешь свой дом, делаешь все апгрейды. И потом в конце люди, когда уже они построили, как бы выбрали все, они, о, так точно, этот дом не 300, а 345 со всеми апгрейдами. Ну, как я говорила, у них 7 планов. 4 из них имеют главную хозяйскую комнату на первом этаже. Цены у них вот с 300, то есть 273 тысячи до 305 начинаются. Здесь у нас скверфут или маленькие 3 комнаты, 2 туалета. Даже есть где-то 1 машину, гараж. Ну, где-то самый меньший у нас 1872 квадратных фита. И побольше дом, который они здесь в этой комьюнити предлагают, это 5 комнат, 5 туалетов. И он где-то 2500 квадратных фита. Так что комнаты поменьше. Керамической. Вспомнила? Как-как? Керамической. Окей, видишь, мне надо было поговорить, а ты, Вера, думаешь свое. Я стояла 5 минут, господи, если не вспомню, я не засну сегодня. Все, керамической умывальник. Но он очень глубокий, мне вообще-то он нравится. У меня дома такого нет. Я не знаю, единственное, что я чуть боюсь, что если какие-то вилки или еще что-то, можно поцарапать. Я знаю, что ставят такие вот как сеточки, чтобы, ну, ты посуду если ставила там или что, вот это одно я. Если у кого-то такая керамическая есть, напишите тоже, как вам нравится, или, как говорится, I hate it. Мне вот лучше бы была какая-то там, я не знаю, железная или... Но она красивая. Но на вид очень красивая. Так что тоже спасибо, кто уже написал, как называется. А еще пишите, как вам. Хотели бы вы такую, имеете ли вы такую, и практическая она вообще к использованию. Ладно, пойдем дальше. Здесь еще в этой комьюнити, мне очень нравится, что есть газ. Опять, tankless water heater. Это бесконечный приток горячей воды, потому что там нету баллона. Все на газу. Здесь у нас газ. Насчет вытяжки здесь нету, но опять, это считается апгрейд. Хочешь, будет. Мне кажется, он стоит только где-то 350 долларов. Так что не такой уж он дорогой. Я знаю одну строительную компанию, у них стоит 700. У всех она по-разному. Может, какие-то разные вытяжки. Может быть, я со своими клиентами 3 года назад строила такой дом. Может быть, уже и цены. У нас такая инфлякция. Я вчера была в Кастку, покупала зубную пасту. Мы с мужем смотрели, что полгода назад покупали за 20 долларов, сейчас на 25. Мы такие, ничего себе. Что там больше пасты? Нет, не больше пасты. Инфляция, как говорят. Так что, может быть, и 750. Не знаю. Посмотрим. Ну, кухня красивая. 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 Да. Холодильник такой необычный. Ну, не знаю, если он идет, конечно, в пакет. Нет, в пакет ничего не идет. Единственное, что у нас есть, значит, стов. Это готовить, кушать. Посудомойка и микровейка. Это стандартный холодильник. Не стандартный. Система есть. Опять апгрейд. Ничего не стандартного. Хорошо. Сколько будет стоить со всеми, всеми, всеми вот этими апгрейдами? Вот как есть, примерно здесь, мне сказали, где-то 355 тысяч. Вот это вот тоже, примерно. Так дома уже и стоят новые. Да. Здесь у нас небольшая кладовка. Единственное, я не люблю, когда она вот так вот посередине. Ну, возможно, здесь несущая стена какая-то. Не знаю. Но мне кажется, что когда они опять планировку эту делали, как бы pantry is a must должна быть. Даже если когда маленькая, где-то вот прицепить ее. Вот это единственное место, где могли ее прицепить. Не украдая, как бы, место где-то вот в другой зоне. Пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Будем дальше рассказывать тоже. Ой, здесь еще что-то. Здесь у нас дверь в гараж. Сейчас там офис. Так как это модельный дом, там сейчас всегда используют гараж как офис. Здесь у нас тоже для верхней одежды. Более-менее близко к входной двери. Мне это нравится. И к гаражу. На второй этаж потом пойдем. И наша гостиная. Здесь у нас стандарта потолки 9 фитов. В этой зоне они вообще, наверное, 12, может, 14. Она идет такой под угол. Очень классно. Так светло здесь. Здесь очень светло. Когда ты имеешь в виду, окна, наверное, 5 фитов. Если не больше, они... Давай мной померяем, я в шею. Из-за того я опять думаю, наверное, опять все-таки я, а не ты. Я туда встану, если голова торчит. Значит, где-то 5. Да, ну, большие окна. Плюс, посмотри, здесь выход на задний двор большой и еще рядышком небольшие, ну, как бы такие длинные, но два окна еще. Это вообще можно было, как сказать, без них. Вот эти вот такие апгрейды, когда кто любит светлый дом, это просто a must-have должно быть. Также задний двор иметь порч, накрытие. Здесь не пожалели. Делать. Если этот план дома начинается в 300, это без порча. С порчем. Порчи примерно 5 тысяч, где-то вот так, апгрейдит, где-то так стоит примерно. Около 5 тысяч. А еще, конечно, если захочешь здесь выложить каким-то камнем или еще что может быть больше. Здесь, в этой комьюнити, у нас небольшие участки, где-то забор ставить, да? Заборы можно ставить, да? Ну, вот, как ты видишь, где забор, участки примерно точка 12, небольшие. И в этой комьюнити, Pleasant Falls, только будет построено 53 дома, включая этот Marlgum, который тоже будет продаваться последний. И что это означает? Здесь есть, конечно же, H-way. H-way интересно. Почти всегда у нас годовая в annual. Здесь же помесячная. Здесь H-way, значит, у нас, записывала, записывала, 155 долларов в месяц помесячная. Что она себе включает? Включает в себя она покос травы, одобрение возле деревцев, такую черненькую тырсу или как-то они подсыпают 2 раза в год, подрезают траву. Там она все время у тебя красивая, ты просто за нее не беспокоишься. Плюс здесь делают тропиночки, потому что здесь, я говорю, только 2 улицы, 53 дома. И от не этой улицы, где мы находимся, но соседнего, там, где мы видели на бэкьярде, получается тропинка до Tiger River, где ты можешь прогуляться. Трэйл, такая тропинка до, которая уже, как бы, я не знаю, там, или будет забетонирована, или как она будет именно оформлена, но это будет еще такое, что включает в эту комьюнити. Сколько в год получается? Ну, сейчас посчитаем. Это у нас, почти 1860 долларов. Дорого гулять. Дорого гулять, но я тебе скажу, как я могу это оправдать. У нас трава растет не по дням, а по часам, особенно в такой... Каждую неделю надо косить. Каждую неделю, вы только представьте, чтобы купить вот эту вот штучку, да, как она называется? Косилку. Косилку, да, или такая, что ты на ней сидишь, это 2500-3000, если такая, что ты ее вот просто даже там пнешь, там, до 1700-1800 долларов, плюс, если ты ее бензином заправлять должна. Это твое время, это твое все время, каждую субботу надо, или как твое время, ты тратишь, ну, полдня, чтобы ее... А косить ты обязан. А коси ты обязан, потому что не оставишь эти сорняки, буряны, трава, чтобы росла тебе до колен, это 100%. Так что, если так взять и разобраться к кому-то плоти, чтобы к тебе приходили и делали это каждые две недели, это стоит примерно 60-70 долларов каждый раз. Так что, не знаю, плюс они одобряют, плюс они, я не знаю, покрывают ее или как не покрывают, а так, чтобы буряны, именно вот эти старенькие не росли. Это тоже много чего за ней ухаживать, так что каждому свое, но у тебя уже одно, как сказать, off your list, за что не надо беспокоиться. Так что, с своего эксперимента не любим косить мы траву, заниматься не... Ну, кашу, бесплатно. А здесь включает, бесплатно. Прокомментируйте. Я понимаю, что дорого, ну, как говорится, по вкусу и свету, товарищи, нет. Ну, бассейн есть? Бассейна нет. Так что, что такое? Вот бассейна нет, и вот это единственное, они говорят, ну, пройдись до речки, ножки помочи там, погуляй возле речки, а бассейна нет. Когда, получается, еще, как я говорила на каком-то прошлом видео, если здесь 200, 300, 400 домов, H-O-A получается дешевле, потому что все эти затраты, ну, как, есть фонари уличные, дорога, в которой машина все время ездит, она не городская, она не county, она относится к этим. Вот, к домовладельцам. Вдруг через 5-10 лет она поломается, кто ее будет справлять? Это вот эти все H-O-A, они собирают эти все деньги на вот эти вот растраты, комьюнити. Если здесь 53 дома, она делится на 53 дома. Если здесь было бы 500 домов, оно было бы 200 долларов в год. Почему? Потому что есть на кого больше поделить. Так что, это плюсы и минусы тоже, когда ты живешь в большой комьюнити или меньше. Пойдем дальше. Значит, здесь у нас в этом плане master bedroom или хозяйство каком-то на первом этаже. Она такая милая. Люблю вот этот розовый цвет. Вообще, в этом году, мне кажется, все такое барби и розовый мне нравится. Хотя сегодня я в синем. Синий тоже люблю. Я с тобой в розовом. Да. Ну, приятный, приятный такой материал. Опять, окна меня просто обалдеют от этого света. Вот такой он bright and light. Очень такой какой-то, не знаешь, чувствуется дышать, как говорится, легко. Да, высокий, пространство такое хорошее. Мои любимые зеркала. Очень красиво. Как тебе думать зеркал? Да ты знаешь, есть. Ну, суточка. Ну, нет, не суточка. В каждом туалете. При выходе есть. Ну, у меня в комнате спальня вот такой на все стену, вот до пола. Я не знаю, я иногда кому-то в гости приду или даже здесь вот посмотреть на себя. Я свои обуви ищу, но ног не вижу. Мне надо, чтобы было на, вот, чтобы ты видела всю себя. Зеркало такое должно быть, мне кажется, в каждом доме. Ну, не знаю. Здесь у нас дальше получается гардеробная. Хороший размер. Большая. Хватит? Хватит. Хватит, да. И она не через туалет. Напротив, получается. Здесь у нас еще одна кладовка для полотенец, для, может быть, спального белья. Ну, вообще, что хочешь, то и слаживай. И у нас здесь получается главный туалет или primary bathroom. Здесь у нас, как вы видите, гранит. Опять, так как это модельный дом, ну, они показывают материалы, что у них есть. Так что здесь гранит, хотя на кухне у них кварц. Да? Большая. Окошко большой плюс. Валдет. И ванная. Нет, не ванная. Душевая. Такая хорошая глубокая плитка. Двери скрипят. Надо хорошо захлопывается. Исправить. Окей, дальше мы пойдем тогда на второй этаж. Еще раз смотрим комнаты там. Здесь у нас полы, когда мы выходим на второй этаж. Здесь у нас без ковролина. Это тоже очень классно. Такой апгрейдик. На втором этаже у нас нету, получается, флэкс-рум или какого-то второго гостина, но такой хороший, просторный коридорчик. Вот, да. Окей, давай здесь. Ой, комната. Это у нас просто... Классет. Классет. Единственное, я думаю, как поставить кровать. Сейчас она оформлена более как какой-то вот бонус-комната. Кровать туда, а здесь столик и все, что угодно. Ну, это спальня конкретно, потому что здесь у нас есть хороший гардероб, такой, чтобы войти. Даже очень глубокий, я бы сказала. Большой гардероб, да. Да. Что еще хотелось заметить? Что, если вам, вот, хочу этого строителя, мне очень понравилось. Все-все-все выберла, все-все-все выбрала, все классно. Ну, сколько же нам надо дать депозит? Это не первый взнос, но просто депозит, чтобы сохранить вот этот участок и начали что-то тебе там строить. Здесь депозит DRB минимально 15 тысяч. 15 тысяч это, чтобы просто начать стройку и твой, твою, как бы, вот, твой участок вот забить для тебя. Сейчас на этот... Подожди, возвращайся сюда. Тут еще есть какая-то дверь. Дверь за дверью. Мне кажется, что это дверь. А, окей. Я думала, что она, может быть, идет, как бы, туалет, который между комнатами, но... Тут можно все хранить. Краска тут. Самая нужная комната в доме, между прочим, потому что у всех есть елочки, чемоданчики. Да, и, знаешь, смотрится неплохо, да. Ну, конечно, как-то немножко банчика. Я думала, что там туалет или еще что-то проходит в другую сторону, но нет. Ну, что еще DRB сейчас предлагает, если ты идешь в контракт, начинаешь с ними строиться, у них сейчас есть, вы сейчас обалдеете, 19 тысяч. 19 тысяч, которые называются они Flex Money. Ты их можешь использовать куда хочешь. Ты их можешь пустить на свои апгрейды. Вот на 19 тысяч набрать тебе вот полы, там, кухни, то-то-то. Ты можешь их использовать половину, уплатить все свои closing costs, затраты на закрытие. Или ты можешь их всех или частично использовать. То есть тебе давят 19 тысяч? Даю 19 тысяч. Тебе на руки их не дают. Ну, понятно. Просто из цены скидывать... Машину на них не купишь. Да. Из, как бы, с цены... Ну, может быть, на каждый дом, как бы, свое. Иногда разрешают, но они не хотят скидывать, например, на 19 тысяч, опускать цену, да. Они лучше тебе, я говорю, дадут это апгрейдом. Дадут тебе вот поставь в ванную, поставь в плитку, и эти деньги собираются через апгрейд. Но также ты можешь их использовать, выкупить процент, так как у нас процентные ставки все-таки высоковато. То есть, если я покупаю дом за 300 тысяч, они могут мне дать сверху 19, я на них могу что-то себе придумать? Вот, вот, да, да. Так что это большой плюс, что сейчас они предлагают DRB. Ты выбираешь у тебя? Значит, наверное, очень большая конкуренция, что они такие плюшки. Вот, вот это. У каждого сейчас билдера. У нас сейчас горячий сезон, лето, и вот конкуренция... Наверное, не столько лета, сколько закончился налоговый сезон, все получили налоги, и от этого люди отталкиваются, чтобы купить дом. Это 100%. Когда вы хотите купить дом, вас спросят, наверное, сразу, покажи, сколько налогов заплатил. Да, 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 сколько заплатил, сколько заработал, эта вся система просчитывается финансистами. И тебе говорят, вот ты можешь, вот я приопробовал бумажечку, можешь покупать на столько, мы тебе дадим вот такой займ. Ты тоже идешь, выбираешь. И вот выбираешь. Чем больше заплатишь налогов, тем больше тебе дадут стоимость дома. Да, это правда. Чем больше ты зарабатываешь и платишь налоги, да. И всегда я рекомендую, когда кто-то просто думает покупать дом на будущее, или как иногда получается сразу, проконсультироваться со своим такс-человеком, да, проконсультироваться обязательно с финансистом и с реалтором. Этих три человека, они вот должны работать очень близко друг с другу, потому что они все трое. Если ты плохо сделаешь таксы, не возьмешь займ. Если ты сделаешь хорошо таксы, но не знаешь, что ты делать, и у тебя много задолженностей, не возьмешь займ, тебе никто не даст. И если ты идешь покупать сам, возьмешь, как говорят, как кота в мешке, так что обязательно реалтор вам поможет найти, я всегда готова. Да. Окей. Дальше, дальше, да, у нас здесь еще одна спальня. Вау, мне нравится, как они покрасили эту стенку, такая коричневая. Прикольно. Как и в спальне. Она очень, как это тоже светлая, смотрит наперед дома, открытая такая. Ну, они сделали это как в офисе. Угу. Какой интересный дизайн. Хочется просматривать. Может, какие-то идеи. Сделай сегодняшний день таким крутым, чтобы вчерашний день тебе завидовал. Вот это классно, да. Это просто бумага, да? Вот рулон бумаги раскатывается, ты можешь менять свои записи или заметки. Вот это как лук. И большая гардеробная с окнами тоже. Это плюс, плюс, плюс. Светлая, большая. Да. Такие интересные ламы. А, еще я записала, не сказала. Сейчас, если вы покупаете дом, кроме 19 тысяч, первый год H-O-A. Дом бесплатный. Нет. 1860 долларов, что мы говорили, который идет за H-O-A, что 155 в месяц, они оплачивают тебе первый год. Ну, вообще. Ну, первый год бесплатный. Живешь, ходишь по тропинкам, светом наслаждаешься. Светом наслаждаешься. Траву тебе подкашивает, а вот ты даже не платишь за это. Как заманчиво. Так, здесь у нас второй полный туалет. И что здесь плюс, что у нас получается ванная, да? Отдельно. Отдельно вместе с туалетом. Вообще-то за дверью. Можно принимать душ и закрыть двери, а кто-то может прийти, если руки помыть надо. Отлично. Я первый раз такое вижу, если честно. Да, да вообще, смотри, какая огромная, большая на всю стену. Вот именно полочки, шухлядки. Очень классно, большущая. Большущая тумбочка здесь. Так, вот плюс и минус. Красивая комната, но вот это для меня, ну, каман. Не знаю, не люблю. Особенно в спальне. Ну, хоть бы уже передвинули в гардеробную хотя бы. Это очень портит вид. Как-то аж обидно. Потому что вообще застройщик Диарби мне нравится. У них много апгрейда, много всего. И материалы они используют хорошие. Нам нравится. Может, можно, когда будешь строить свой дом, может, сказать им, чтобы они это... Куда-то, если есть, передвинули. Вот насчет этого не уверена. Я бы строить двор, но только не в спальню. Вот лежишь и смотришь на это. Да, даже если беревочку убрать, все равно портит вид. Ну, только, я не знаю, если уже прям зеркало, то... Шучу. Тогда даже смотришь и уже такое наслаждаешься. Я шучу уже, я шучу. Интересно, взять зеркало. Так, мы уже везде были. Это уже последняя наша спальня, получается. Последняя. Окей, ладно. Наш обзор уже вообще очень-очень получился длинный. Но большое спасибо, что вы с нами были. Если вам понравилось, если не понравилось, пишите. Надеюсь, понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь. Колокольчик нажимайте обязательно. Пишите, комментируйте. И любые вопросы звоните, я вам отвечу. И мы увидимся на следующем видео. Всем пока. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok